Всем привет! С вами Василий Терентьев. Вы смотрите очередной подкаст от rstuts.com. В этом видео хотелось бы поведать вам о пяти частых ошибках, которые допускаются при сведении вокала. Я также очень часто сталкивался с ними. Раньше клиенты постоянно просили меня сделать вокал громче, и я не мог понять почему. Оказывается, я неправильно обрабатывал его и недолжным образом настраивал его уровень. А простое повышение уровня вокала относительно музыки не решало всех этих проблем. Клиенты всё равно уходили недовольными. Для вас я подготовил следующий проект. Смотрите, для каждой ошибки отведена отдельная вспомогательная шина. Кроме того, здесь имеется шина с удачно сведённым вокалом для сравнения. А также есть пустая шина, чтобы прослушать необработанную версию. Начнём, пожалуй, с эквализации. Давайте прослушаем эти настройки эквалайзера. Теперь без него. На первый взгляд кажется, что вокал стал плотнее, теплее. Однако это всего лишь обманчивое впечатление. Потому что этот эквалайзер не решил проблем, а только добавил их. Помните, что при одновременном звучании нескольких инструментов возникает ряд проблем. Инструменты начинают бороться между собой за место в миксе. Поднимая низа, нижнюю середину, мы ещё больше осложняем борьбу вокала с басом, с гитарами и другими инструментами. Кроме того, даже с поднятыми высокими частотами в верхней середине, это поднятие низов и нижней середины не даёт нам почувствовать яркое, открытое звучание вокала. Следующий случай – это крайняя противоположность к предыдущему. Здесь, наоборот, срезано слишком много. Давайте послушаем, как микс звучит теперь. Субтитры создавал DimaTorzok Очень тонко и неестественно. Теперь переходим к компрессии. Послушаем вокал со следующими настройками компрессора. На ум снова приходит обманчивое впечатление, что вокал становится плотнее по звучанию, а исполнение выравнивается. Давайте послушаем эту песню подольше. И вы уловите то, как изменяется исполнение, но не в лучшую сторону. Прежде чем послушать ещё раз, я хочу сказать, на что следует обращать внимание. Пожалуйста, обратите внимание на то, как меняется исполнение, и как меняется вибрато при включенном компрессоре. Сначала послушаем без компрессора, а затем с ним. Особенно этот слог – ми. Определённо меняется не в лучшую сторону. Далее. Давайте рассмотрим следующий случай, когда компрессор работает недостаточно глубоко. Фактически никакого толка от него нет. Пытайтесь найти золотую середину. Переходим к рассмотрению диессера. Здесь стоится большая опасность настроить его так, что человек вместо правильного произнесения свистящих согласных будет шепелявить. Вот следующий случай. Переходим к одному из сложнейших аспектов сведения вокала – созданию пространства. Послушайте, пожалуйста, следующий случай. Я замечал, что многие вводят в микс чересчур большое количество реверберации и дилея. Да, конечно, кажется, что вокал за счёт этого начинает звучать приятнее и лучше садиться в микс. Но опять же, это не совсем правильно, потому что, во-первых, вокал тонет в миксе, становится менее разборчивым, и, во-вторых, вокал начинает звучать старомодно. Если мы хотим получить современное звучание вокала, то нам нужно использовать эти эффекты так, чтобы их не было отчётливо слышно. Однако они бы создавали ощущение объёмного звучания. Теперь рассмотрим следующий случай, когда, наоборот, применяется слишком мало реверберации, и вокал звучит очень сухо. Это как раз и было моей самой грубейшей ошибкой. Вокал просто не сочетался с музыкой. Казалось, что вокал звучит отдельно, а музыка живёт своей жизнью. Давайте послушаем этот случай. Очень короткая комната тоже не совсем подходит к вокалу. Вот теперь пришла очередь послушать удачно сведённый вокал. Играет музыка. Теперь послушаем вокал без обработок. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Семенгово. Субтитры сделал DimaTorzok И теперь самое сложное. Баланс вокала относительно музыки. Нужно настраивать его таким образом, чтобы вокал оставался спереди, но не отделялся от музыки. И самое главное, кроме простой статичной настройки ползунка, необходимо очень тщательно провести автоматизацию уровня вокала. Позвольте показать вам, что даёт эта автоматизация. Давайте послушаем сначала без неё, а потом я верну автоматизацию обратно. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь послушаем короткими фразами. Думаю, первые две строчки будут ярко иллюстрировать этот момент. Так, ещё раз. Здесь я самые громкие участки сделал немного потише, а также слегка приподнял начало каждых фраз. Таким образом, эффект от красивого исполнения ещё больше усилился. Позвольте в конце видео вкратце пробежаться по всем этим этапам. Первое. Эквализация. Тщательно настраивайте низа и нижнюю середину. Второе. Компрессия. Она должна улучшать исполнение, усиливать его эффектность. Третье. Диессер. Он помогает сгладить свистящие согласные. Четвёртое. Эффекты пространства. Они помещают вокалистов в одно пространство с музыкантами. Настраивайте эффекты таким образом, чтобы они не были очевидными, однако выключив их, сразу бы исчезал объём. И, наконец, пятое. Самое важное. Баланс. Подружите вокал с музыкой. Он не должен выделяться или тонуть в миксе. Вот и все рекомендации. Я всегда рад, когда они помогают вам в вашей работе. Для вас я подготовил курс «Сведение вокала с минусом», который очень-очень скоро выйдет. Там я тщательно показываю всё вышеперечисленное во всех деталях для того, чтобы вы усовершенствовали свою технику сведения вокала. Если у вас накопились вопросы по обработке и сведению вокала, то задавайте их мне. Оставляйте комментарии к этому видео, либо пишите в наше сообщество ВКонтакте. Я буду рад ответить на них. Желаю удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok